Катя, большое спасибо за ужин. Мы съели почти килограмм мороженого. И это было так хорошо. Да, мы с тобой хорошо провели время. Катя, но я чувствую что-то не то. Скажи мне в чем дело? Что случилось с моей сладкой девушкой? Я даже не знаю, как сказать тебе это. Это не просто. Но что это? Ты можешь мне рассказывать все. Кирилл, я долго думала об этом. И мне кажется, что мы не подходим друг для друга. Ты что? Я думаю, нам с тобой нужно расстаться. О чем ты говоришь? Как разойтись? Катя, что с тобой? Нет. Нам не нужно расходиться. Но у меня такое чувство. Что мы очень разные. Катя, все люди разные и это нормально. Это не повод расставаться. Я просто чувствую. Что мы стали другими. Все изменилось. И уже не так, как было раньше. Что ты придумала, Катя? Мне просто кажется, что несправедливо для нас обоих делать вид, что все как прежде. Мне очень-очень жаль. Но я думаю, что будет лучше перестать притворяться. Нет. Ты просто что-то надумал о себе. И не можешь в этом разобраться. Тебе нужно просто немного времени. Вот и все. Нет. Мы не расстанемся с тобой. Мы никогда не расстанемся с тобой. Слышишь? Послушай, Кирилл. Мне правда очень жаль. Ты очень хороший. Давай останемся с тобой друзьями. Но встречаться с тобой я больше не могу. Не хочу обманывать ни тебя, ни себя. Пока, Кирилл. Вчера у меня был разговор с Кириллом. Он ни в какую не хочет расставаться. Я думала. Что он отреагирует на эту новость гораздо спокойнее. Чё? Правда? Да. Это было ужасно трудно. Это оказывается так сложно. Расставаться. Он так расстроился. И мне показалось, что даже разозлился. Я правда очень любила Кирилла. Раньше. Но сейчас все изменилось. Мы с ним очень разные люди. Но так еще бы. Сколько раз он тебя обижал. Я удивляюсь, что ты так долго выдержала. Никакая любовь не спасет его ужасный характер. Да. Я все надеялась, что он изменится. И все будет хорошо. Люди не меняются, если сами этого не хотят. Не вини себя. Он просто сам по себе нехороший человек. Да. Ты права. Он все время думал только о себе. Ему было все равно на мои чувства и желания. Все будет хорошо. Не расстраивайся. В любом случае. Расставаться никогда не бывает легко. Ты забудешь о Кирилле. Ты встретишь кого-то еще. Жизнь продолжается. Подруга, спасибо за поддержку. До вечера. До встречи. Это странно. Как тут возле моей двери. Оказалось, это игрушка. Может быть, кто-то ее потерял. Какой странный день. Катя, мне нужно поговорить с тобой. Да, конечно. Я вас слушаю. Там тебя ждет наш клиент. Он очень сильно ругается. И чем-то явно недоволен, хочет говорить именно с тобой. Хорошо. Я сейчас посмотрю, кто это, и постараюсь все уладить. Отлично. И постарайся сделать так, чтобы он здесь больше не появлялся. Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах. Уверен, ты справишься. Катя, привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Почему ты в моем офисе? Это забавная история. Мне пришлось притвориться клиентом твоего офиса. Кирилл, но ты не можешь тут быть. Ты должен идти. Мы с тобой расстались. Я не хочу видеть тебя здесь снова. Извини, что так говорю, но ты не можешь приходить ко мне. Мы с тобой расстались. Мы не пара. Пойми это, пожалуйста. Катя, не говори так, пожалуйста. Я понимаю, что тебе нужно время. Но не говори, что мы расстались. Мы не можем это сделать. Я так люблю тебя. Мы можем встретиться с тобой сегодня и поговорить. Кирилл, уходи, ко мне нельзя приходить на работу, иначе у меня будут неприятности. Если ты не уйдешь, они позвонят в службу безопасности. Мне действительно не хочется, чтобы это произошло. Уходи, пожалуйста. Катя, мы должны быть вместе с тобой всегда. Я так люблю тебя. Кирилл, не нужно меня любить. Поверь, так будет лучше для нас обоих. Так будет лучше для тебя. Ты должен идти сейчас. Пока. Хорошо. Поговорим позже. Привет. Ты ни за что не догадаешься, что произошло у меня сегодня на работе. Привет. Давай рассказывай. Кирилл пришел ко мне в офис, чтобы увидеть меня. Что? Правда? Да, представляешь. И еще он звонил мне сегодня на телефон раз пятьдесят. Меня из-за него отругал начальник. Телефон звонил целый день. Из-за этого мне пришлось его отключить. Он просто звонил и ничего не говорил. А громко дышал в трубку. Видимо, он окончательно сошел с ума после того, как вы расстались. Очень похоже на это. Он ведет себя как сумасшедший. Да, хотела тебе сказать. У меня на работе есть парень, которому ты очень нравишься и он хочет с тобой встречаться. Если хочешь, я дам ему твой номер телефона. Хорошо. Пусть звонит. Отлично. Катя, мне нужно идти. Пока. До встречи. Увидимся завтра. Катерина, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, я вас слушаю. Мы узнали, что кто-то крал деньги у компании и плохо обращался с нашим клиентом. И мы узнали, что это была ты, Катя. Я никогда не делала ничего подобного. Я работаю в этой компании в течение четырех лет. Это какая-то ошибка. Катя, не делай из меня дурака. Наша компания сильно пострадала из-за тебя. Этого не может быть. У нас есть доказательства. Это все происходило на твоем рабочем компьютере. Но могу ли я увидеть эти доказательства? Нет, Катя. Ты уволена. Нашей компании нужны честные сотрудники, а не воришки. Но, пожалуйста, мне очень нужна эта работа. Я не делала ничего из того, что вы говорите. Может быть, кто-то взломал доступ к моему компьютеру. Это уже не имеет никакого значения. Тебя уволили. Собирай свои вещи и уходи. Я не могу поверить в это. Мягкая игрушка. Точно такая же, как лежала у моей двери. Что она тут делает? Что она делает на моем столе? Как это странно. Меня уволили ни за что. Да еще и эта игрушка тут. Что происходит? Привет, Катя. Очень приятно познакомиться с тобой. Мне тоже приятно познакомиться с тобой, Леша. Пойдем с тобой в ресторан. Он тут неподалеку. Пойдем. В этом ресторане подают очень вкусное мороженое. Да. Очень здорово, что мы выбрали именно это место для нашего первого свидания. Тут классно. Вижу, что ты сладкоежка. Как и я. Да, я обожаю сладкое. Тортики, пироженки. Жить без них не могу. Можем прийти сюда завтра еще раз. Если хочешь. Катя, что тут происходит? Кто это с тобой? Кирилл, что ты тут вообще делаешь? Нет. Это что ты тут делаешь? Ты вообще-то моя девушка. Нет. Ты забыл, что мы с тобой расстались. Не могу поверить, что ты найдешь другого так быстро. Мы с тобой расстались уже несколько недель. Нет, только неделя. Мы с тобой расставались уже миллион раз. Я тебе постоянно повторяю, что мы не пара. Подождите, объясните мне, что тут происходит. Катя, скажи мне, ты встречаешься с этим парнем? Нет, я клянусь. Я не встречаюсь с этим парнем. Это мой бывший парень и он не дает мне покоя. Слышишь, Кирилл, ты бывший парень. Что ты опять говоришь? Ты все придумываешь. У нас с тобой любовь. И я это так просто не оставлю. Такая неприятная ситуация вышла. Он ведет себя как сумасшедший в последнее время. Ничего страшного бывает. Ты такая красивая девушка. Я не позволю встать ему между нами. Хорошо. Он наконец-то ушел. Предлагаю продолжить наш ужин. Катя, привет. Привет. Ты что, опять сошлась с Кириллом? Нет. Не поняла. Почему тогда твой инстаграм и вконтакте говорит мне о другом? Ты о чем? В твоих социальных сетях всюду сейчас фото, что вы с Кириллом вместе. И с подписями как вы любите друг друга. Но я ничего подобного не выкладывала. Неужели это Кирилл взломал мой компьютер? Или телефон? Блин. Я в шоке. Я тоже. Меня этот Кирилл уже достал со своими приколами. Я пойду проверю твой комп на вирусы. Я с тобой. Смотри, и тут эта игрушка. Я всюду нахожу этих обезьян. И они стали появляться повсюду после того, как я рассталась с Кириллом. Он и правда сумасшедший. Повсюду преследует тебя. Еще и соцсети заполнил своими с тобой фотками, как будто вы до сих пор вместе. Согласна. Но я не могу на сто процентов доказать, что это делает он. Но откуда тогда еще берутся повсюду эти обезьянки? Если игрушку мы нашли здесь, то у кого есть ключи от твоего дома? Кто мог принести ее сюда? Честно говоря, мне становится страшно. Кто-то имеет доступ в мой дом. Мне нужно срочно поменять замки во всем доме. Катя, тебе нужно обязательно обратиться в полицию и рассказать им все. Я переживаю за тебя. Это какое-то безумие. Не хотелось бы привлекать полицию. Но если так будет продолжаться дальше, мне придется обратиться и написать заявление. Привет, Катя. Привет. Что-то случилось. Почему ты такой взволнованный? Это какой-то дурдом. Мне нужно с тобой поговорить. Хорошо. Но что произошло? Почему такая спешка? Катя, ты отличная девчонка. Но твой бывший парень. Он сумасшедший. Я даже не знаю, что ожидать от него еще. Сегодня меня уволили на работе из-за него. Ему как-то удалось взломать мой компьютер и распространить лживую информацию от моего имени. Он угрожает мне, что на этом не остановится. Он псих. Он разрушает мою жизнь. Меня тоже уволили с работы из-за него. Он мне подбрасывает повсюду мягкие игрушки. Это ненормально. Знаешь, мне нужно уехать из города. Может быть, когда-нибудь мы продолжим наше знакомство, но точно не сейчас. Кирилл, мы должны с тобой поговорить. Привет, Катя. Как твои дела? Ты должен прекратить издеваться надо мной. Меня уже уволили с работы. Ты взламываешь мой телефон и компьютер. Выкладываешь в мои социальные сети какие-то фотографии. Ты оставляешь этих обезьянок повсюду. Прекрати это делать. Катя, о чем ты говоришь? Может, ты смотришь слишком много телевизоров? Не говори ерунды. Я знаю, что это ты сделал. Я знаю, что это ты. Ты должен прекратить разрушать мою жизнь и жизнь окружающих. Если ты этого не сделаешь, я позвоню в полицию. Они займутся тобой. Это ты разрушила мою жизнь в тот день, когда решила расстаться. А полиции тебе не удастся ничего доказать. Прости. Но я не хотела причинить тебе боль нашим расставанием. Но ты не можешь разрушать мою жизнь из-за этого. Пожалуйста, прекрати это. Ты разрушила мою жизнь. А я теперь буду разрушать твою. Все честно и справедливо. Я не понимаю. Я думала, что мы расстанемся друзьями. Почему ты так? Ты права. Мне нужно найти ту. Которая будет получше, чем ты. Которая будет получше, чем ты. Которая будет получше, чем ты. Алло. Катя, привет. Как тебе на новом месте? Привет. Нет. Все классно. Я чувствую себя намного безопаснее. Когда я переехала в другой город. Я продала свою машину. Свой старый дом поменяла на новый. Теперь Кирилл не сможет меня найти. Я рада. Летом смогу приехать к тебе в гости. Надеюсь, он успокоился и отстал от тебя навсегда. Да. Уже месяц нет никаких звонков. Мягких игрушек и других неприятностей, связанных с Кириллом. Наконец-то этот кошмар закончился. Да, но ты знаешь. Будь осторожна на всякий случай. А завтра у меня будет собеседование на новую работу. Отлично. Удачи тебе. Пока. Пока. Нет, только не это. Опять эта обезьяна. Неужели он снова нашел меня? Какие-то звуки на улице. Какой ужас. Я уже реагирую на каждый шорох. Нужно съесть что-нибудь вкусненькое. И подумать о хорошем. О нет. Обезьяна в холодильнике. Кто мог положить ее сюда? Неужели я схожу с ума? Здравствуйте. Доброе утро. Вы наша новая сотрудница? Да. Меня зовут Катерина. Я так рад видеть вас здесь в ваш первый день. Большое спасибо. Я так рада новой работе. Это отличная компания и отличная работа. Я уверен, вы быстро втянетесь. Да. И для вас сегодня уже была доставка. Доставка? Для меня? Да. Она лежит на вашем рабочем месте. Хорошо. Большое спасибо. Вы можете идти приступать к работе. Да. Конечно. О нет. Опять эта обезьянка. И еще с пожеланием отличной новой работы. Катя, у вас все в порядке. Да. А вы не знаете, кто мне прислал эту обезьянку? Нет. Не знаю. Посылка была у двери в наш офис сегодня утром. Я предположил, что это может быть от ваших друзей. Или от мамы. Или еще кого-нибудь. Если вы вдруг увидите, что кто-то приносит посылки, дайте мне знать. Хорошо. А теперь иди и приступай к работе. Хорошо. Конечно. Моя любимая Катя, я так горжусь тобой, что ты получила новую работу. И это будет так здорово для нашей совместной жизни. А потом мы еще купим с тобой в наш дом собаку. А потом у нас будет трое прекрасных детей. Это будет так классно. Я не могу дождаться. А еще мне нравится твоя игра. В которую мы играем. Мне нравится тебя преследовать повсюду. Я найду тебя везде. Куда бы ты ни пошла. Это весело. Но просто помни, Катя, ты не можешь скрываться вечно. Теперь мы там рубли. Скоро – Ана. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Детектив, вы уже нашли того, кто меня преследует? Нет, пока не нашли. У нас нет никаких улик. Но как так? Мне опять на работу кто-то принес эту обезьянку. И я почти уверена, что этот человек знает, где я живу. Ваш бывший парень под подозрением. Но у нас нет никаких доказательств. Он не использует ни свой телефон. Ни свою банковскую карту. На самом деле, я не могу поверить в это. И как он нашел меня? Я же переехала в другой город. Я думала, преследования наконец окончены. Но нет. Повсюду эти обезьяны с записками. Может быть, вы надумываете. Может быть, вам просто кажется, что вас преследуют. Такое часто бывает. Нет, я не придумываю. Вы действительно думаете, что он проделал весь этот путь, чтобы найти вас и дарить мягкие игрушки? Я имею в виду, что это не имеет никакого смысла. Да, вы просто не знаете его. Но у меня нет никаких доказательств. Я даже не уверен, находится ли он в этом городе. Он тут. Я говорю вам правду. Вы как маленький ребенок. Я понимаю, что вам нравятся игрушки. Записки. Но я не могу бегать за этими дурацкими обезьянками по всему городу. Мне нужно раскрывать настоящие преступления, а не заниматься ерундой. Так что, если у вас нет реальных доказательств, я ничем не смогу вам помочь. До свидания. Кирилл, что ты делаешь в моем доме? Я нашел тебя, Катя. Ты можешь бежать от меня. Прятаться. Но я всегда найду тебя. Кирилл, ты сумасшедший. Я звоню в полицию. Когда ты оставишь меня в покое. Ты больше не можешь преследовать меня. Ты можешь вызывать полицию. Но я всегда буду любить тебя и следовать за тобой, где бы ты ни была. Так что это никогда не закончится. Я всегда буду в твоей жизни. Я больше не хочу, чтобы ты был в моей жизни. Я хочу, чтобы ты ушел. Иначе я звоню в полицию прямо сейчас. Ты не сможешь избавиться от меня, Катя. Мы скоро будем с тобой вместе. Очень скоро. Вот увидишь. Мой бывший парень ворвался в мой дом. И устроил там беспорядки. Я все сняла на телефон. Вы можете увидеть сами доказательства. Да, хорошо. Мы ищем его следы. Где бы он мог находиться, чтобы его поймать. Но его как будто нигде нет. Я очень волнуюсь. Я даже не могу представить себе, что он сделает в следующий раз. Он говорил, что будет следовать за мной повсюду. Послушайте. Все будет хорошо. Наши лучшие сотрудники сейчас ищут его. Надеюсь, что скоро его найдут и он оставит меня в покое. Советую вам на время где-нибудь спрятаться, чтобы он не причинил вам вреда. Это хорошая идея. Но мне нужно ходить на работу. Иначе меня снова уволят. Уверен, вы что-нибудь придумаете. Удачи! Хорошо. Спасибо за помощь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Мне нужно поговорить с вами. Что случилось, Катя? Могу ли я поработать удаленно из дома? Некоторое время. Ты только начала работать тут и уже сразу хочешь работать из дома. Да, это выглядит странно. Простите меня за это. Работать из дома – это плохая идея. Наши сотрудники все работают в офисе. А ты новенькая. И хочешь сразу особого отношения к себе. Я должна вам признаться. И надеюсь на понимание. Я переехала в этот город, потому что мой бывший парень преследует меня. И я думала, что так далеко он меня не найдет, и все будет хорошо. Но он появился тут снова. Подожди. Что ты имеешь в виду? Мой бывший парень ворвался в мой новый дом. Он всюду преследует меня. Все эти подарки, игрушки. Это все от него. Он сумасшедший. Понимаете? Я просто хочу спрятаться. Чтобы он меня не нашел. Пока его не поймает полиция. Но ты не можешь использовать свои личные проблемы на работе. Я все понимаю. Я не хочу, чтобы он пришел сюда. На работу. Хорошо, я не хочу в офисе никаких проблемных посетителей. Работай удаленно. Спасибо большое за понимание моей ситуации. Я очень ценю это. Тут сильный запах горелого. Какой ужас. Да тут все горит. Все мои вещи горят. Кто это мог сделать? Неужели это снова Кирилл? Нужно срочно звонить в пожарную. Это ваш дом? Да, мой, мой, я только недавно его купила. Как жаль. Он уже почти не подлежит ремонту. Это ужасно. Что мне теперь делать? Искать другой дом. Искать другой дом. Пожар очень быстро распространился на весь дом. Это несомненно был поджог. Мы до сих пор не можем его потушить. Но мы сделали все возможное. К сожалению, ваш дом сгорел. Это ужасно. С момента пожара прошло уже три месяца. Мой дом потихоньку восстанавливают. Но мебель есть пока только в одной комнате. Сказать по правде, за это время я уже привыкла, что за мной повсюду следит Кирилл. Подбрасывает мягкие игрушки и не дает мне покоя. В полицию я обращалась неоднократно, но к сожалению результата так и нет. А пока я живу в маленькой комнатке и коплю деньги на ремонт всего дома. А Кирилл ходит постоянно где-то рядом и следит за мной. На работе я познакомилась с классным парнем. Мы встречались с ним несколько дней подряд. Ходили в кафе. Разговаривали. Но, как вы понимаете, длилось это до тех пор, пока Влад не поговорил с моим новым парнем по-мужски. В общем, с тех пор я этого парня так и не видела. Телефон его выключен, а на работу он ходить перестал. Это все из-за моего безумного бывшего парня Кирилла. А случилось это так. Все произошло после нашего свидания в кафе. Там мы ели мороженое и мило общались. В общем, ничего не предполагало беды. Мы с ним даже договорились встретиться завтра, чтобы продолжить наше знакомство. А после свидания его встретил Кирилл в темной подворотне. И явно намекнул, чтобы ко мне он больше не подходил. И так происходит со всеми парнями, с которыми я начинаю встречаться. Мой безумный бывший парень не дает мне спокойной жизни. Не помог даже переезд в другой город. Вот такая моя история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова